Привет, народ! И да, это правда, если вы сейчас смотрите это видео. А также, если вы прямо сейчас правильно прочитали название этого видеоролика, то вы тоже не ошиблись. У вас зрение точно не подводит. Это прохождение игры Half-Life 2. И да, в ожидании Half-Life 3. Я понимаю то, что подписывать видеоролик в ожидании Half-Life 3 не особо-то и круто, потому что будет ли он вообще неизвестно, но, по крайней мере, игру я прошел относительно недавно. И так уж получилось то, что решил записать прохождение для вас. Тем более, Half-Life 2 одна из лучших игр. Вообще, даже на данный момент, учитывая также, что она от Valve, поэтому я думаю, вам будет интересно. Именно поэтому все-таки я в ожидании Half-Life 3. Все-таки пройду для вас ее. Итак, давайте начнем. Кстати, ну да, тут все вот эти вот главы, это бла-бла-бла. Итак, начинаем. Глава 1, прибытие. Поехали. Звук не корректировал, но надеюсь, то, что слышно, будет нормально. Сейчас я свет выключу, чтобы обстановочка была. Итак, Фримен, Half-Life 2. Да. Проснитесь и пойте, мистер Фримен, проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек вне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фримен. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Итак, прибытие. Мистер Фримен, очнитесь, блядь. Итак. Опять же говорю, звук я не корректировал, но надеюсь, что так нормально меня будет слышно. Меня именно. Игру-то будет слышно, я уверен. Меня будет ли слышно. Итак. Я не заметил, как это сделал. А потому что я появился везде откуда. Я Фримен. Итак. Действия после Half... Я не вижу смысла объяснять, что тут творится. Потому что все играли в Half-Life 2. Вот и конец линии. Скажите сразу, я могу спойлерить по поводу Half-Life 2? Потому что, когда я проходил Battlefield Bad Company 2, мне писали, что не спойлери. Я думаю, Half-Life 2-то все прошли. Это лучший брат из оставшихся. Для такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь. Можно я пройдусь? Да, не было. А-а-а. Цитадели. Столь заботливо предоставленной нашими. Да, да, да. В цитадели, в цитадели, в цитадели, в цитадели. Ладно. Итак. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Мы, собственно, в Сити-17. Добро пожаловать в Сити-17. Да, спасибо. Здесь безопасно. Странно, что они еще не узнали Фримена. Пока что. Чего? Ты что, охерел? А-а-а! Так. Я понял. Убираюсь. Не фоткайте меня, я инколог. Ново-Проспект. Как видите, Гордона Фримена готовы были отправить в Ново-Проспект, но... Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17. Нас здесь... Чувак отводит. Какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Э, ну привет. Ну ладно. Окей. Эм. У меня здесь 10-107, подержите с воздуха. Заходи. Заходи. Че ты? Не будешь даже толкаться? Окей. И что здесь? Семочи нужна? Нет, сам справлюсь. Ага. Назад? Я уж потолкаюсь с ним наедине. Кстати. Я должен тебе пиво. Ага. Гордон, это я, Барни из Черной Меды. Отлично. Я тебя не узнаю. Я разыграл представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возник тут подозрение. Я же никогда не выполню норму избиений. Окей. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. О, доктор Клеймер. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Это я. Боже мой. Гордон Фримен. Как неожиданно. Такой голос у него классный. Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс данного просто. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю, думаю... Тут где-то была Аликс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. А, Гордон? Тебя видеть? А, да, да, да. Гордон, тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Так, окей. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя поздно найду. Так. Погнали тогда отсюда. Оп. И так. Хаффлайф 1. Я надеюсь... Я в этом буду полностью уверен, что вы играли в Хаффлайф 1. Вы знаете историю Фримена. Ну, типа, он работал в Черной Мезе. Потом электро... Каскадный Резонанс и... Пришельцы появились с планеты Ксен. Ну. Ой. Гражданин. На, ёпта! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уйдет меня. Можно еще раз? На, ёпта! А, фак! Бутень. О, понятно. Так. А куда, кстати, идти-то? Я что-то... Что-то я заблудился немножко. Вот сюда, что ли? Она мне дверь должна открыть? А, видимо, да. А, спасибо. Сити-17. Влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Так, что у вас тут? Ээээ, да я только смотрю. Итак, вы ищете, значит, некого Фримена, да? Нет здесь меня. Я вообще потерялся. Так. Оп, оп. Дальше куда? Сюда? Да. Так. Окей, мне теперь точно не сюда. Так, в жилой дом, да? Здорово, парни. Как всегда. Начало здания, затем весь квартал. Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, я не найду причину. Так, тут у нас, мужики, жилой дом зачищаю. Да, мы как раз туда должны идти. Окей. Ноу проблему. Так, загрузка. Вот дальше. Ну, где-то до Ново Проспекта будет еще более-менее проходить. Так. Так. Ээээ, что? Черт, я думал, ты легавый. Он на нашей стороне. Спасибо, описывая гражданин. Воу-воу-воу-воу, а что я сделал-то? Я больше не могу. Что такое? А что здесь происходит? Так, ладно. Опа. Так, отклонение численности. Фриман лишний. Бежим. Спасаюсь. А-а-а, нет, нет, не надо. Давай сюда, быстро. Давай. Все, мужик, давай, держи их. Да, все, я... Давай, мужик, я верю в тебя. Ты сделаешь все, что нужно. Фак. Они его убили. Ля-ля-ля. Ля-ля. Ай, тихо. О, фааааак. Не надо, не надо, не надо. Давайте пока без этого обойдемся. Петро. О, черт. Так, дальше-то куда-то, сюда, нет? Не, вот сюда вот. О, фак. О, фак, нет. Нет. Все. А вот и помощь. Как раз вовремя. Полагаю, ты Фриман? Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Ага, я так и понял. Мастер Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я, я не буду ничего говорить. Я неразговорчивый. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в черной месе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Я неразговорчивый. Так. Давай. Помнишь его по черной месе? Старого администратора? Нет, не помню. Только не упоминай имя доктора Брина при отце. Я и не собираюсь вообще ничего делать. Так. Что, загрузка? Хотя, по-моему, это еще не... А, новая глава уже. Окей. Так. Что у нас здесь? Ничего пока. Где там лаборатория? А, вот она. Мы помогали людям сбежать из города пешком. Через старый канал. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Здесь ведь тыника нет никакого. Знак вижу, а тыника нет. Давай я куплю тебе воды. Ну, купи. И да, кстати, рада познакомиться. А, вон оно что. О! Привет, доктор. Вот чертовка! Куда она делась? Ламар, выходи оттуда. О-о, все в порядке, доктор Клянгер. Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже! Гордон Фриман. Это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Ну да, да, да. Так. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. Я хочу поиграть с телепортом. Черт, Гордон, ты разворошил улей! Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставить под угрозу всю нашу работу. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Мы далеко шагнулись с тех пор. Далеко. Какой кошку? Когда этот телепорт уже испортится? Можно и мой костюмчик? О, Боже. Ты крас. Я почти забыл. Барни предоставляет участие. Мне надо вернуться на пост. Ну, давай. Мне надо, чтобы этот телепорт сломался. Я ачивку хочу получить. Я тогда не получил ее. Кстати, странно то, что он ищет. А вот и... Опа. Убери ее от меня. Ламар. Вот ты где. Я думаю, ты избавился от этой здоровы. Конечно, нет. Не бойся, господи. Не долили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь. Давай, детка. Запрыгивай. Нет, не туда. Нет, нет. Осторожно, Ламар. Эти приборы очень хрупкие. Бог мой. Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделю. Если повезет, то и дольше. Парни, ты не любишь животных? А теперь музыка. А ну, Гордон, не стесняйся. Надевай костюм. А где музыка? Э, Гордон, музыки нету. Костюм сидит так, будто на тебя сшит. Ох, он ведь действительно... На тебя сшит. А, как спешно. Ну, я окошко для мазменирования. Сейчас расскажу тебе самое главное. Ну, давай, давай. Не чит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. Док, на это нет времени. А пока пора к себе заработать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...